На Куйбышев-Азоте завершился первый этап строительства новых современных очистных сооружений. Это уникальный проект не только для нашего города, но и для всего региона в целом. Благодаря появлению этих очистных сооружений в год в Волгу будет попадать более чем на 500 тонн меньше отходов различных веществ и нефтепродуктов. Раньше на этом самом месте было чистое поле. Теперь здесь появились новые современные очистные сооружения. Одна очередь уже готова, на второй строительство продолжается. Их мощность поражает специалистов. Мощность 48 тысяч кубометров в сутки. Годовой расход 17 миллионов кубометров. Для того, чтобы вся эта красота появилась, была проделана огромная работа. Специалисты Куйбышев-Азота провели анализ экологической ситуации в части ливневых стоков. После этого стало понятно, что без новых очистных не обойтись. Проверить ход строительства лично приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Главе региона показали новый корпус очистных. На объекте применяются самые современные технологии. А затем Дмитрий Игоревич вместе с генеральным директором Куйбышев-Азота Александром Герасименко нажатием кнопки дал старт работе первому блоку очистных сооружений. Также Дмитрию Азарову показали ход строительства второй очереди очистных сооружений ливневого стока. Увиденным глава региона остался доволен. После того, как все работы будут закончены и очистной комплекс заработает на полную мощность, количество загрязняющих веществ, попадающих в Огу, уменьшится на 967 тонн в год. Уникальность этого проекта в том, что он полностью финансируется за счет средств частной компании нашего флагмана корпорации Куйбышев-Азота. Я прекрасно понимаю, какую любовь питают жители Самарской области к нашей красавице, к нашей реке Волги. И наша задача – сохранить, защитить Волгу от негативного воздействия, которое, конечно, связано с деятельностью человека, промышленности. Защитить, сохранить ее для наших потомков. Общая стоимость обоих этапов составит 1,2 миллиарда рублей. 900 мы уже вложили, и еще порядка 300 миллионов мы должны будем за следующий год птически освоить и воплотить их в бетоне, в металле, в оборудовании, в технологиях. Биочистка сама по себе всегда сложнее. Это очень тонкий процесс, поскольку, по факту, мы привлекаем биоорганизмы на переработку негативного воздействия человека. Естественно, очень тонкая настройка. Да, в бетоне, может быть, это немножко попроще сделать, но вот настройка технологическая, сама подбор оборудования, автоматизация его – это высший пилотаж уже. Куйбышев Азот всегда был флагманом нашего региона в химической промышленности. Это одна из немногих компаний, которая заботится об экологии. Запуск первой очереди очистных сооружений ливневого стока позволит сократить объем сброса загрязненных сточных вод на 10,5 миллионов кубических метров в год. К тому же на этом объекте будет создано 20 новых рабочих мест. Иван Шумилин, Александр Туровский. Новости Тольятти.